Добрый день! Я знаю, я жил вас недавно. Ну да, что было. Все, как вас? Да ничего, Сергей Николаевич, я вам звоню. Вы вызвали вас или с вами? Да-да-да, нас попросили поприсутствовать. Ну давайте, где тут, я приглашал, тут были, дождь начался. Ну девушки и женщины пишут, но они уже... Ну пускай пишут. Я их приглашаю, но только как друзей, потому что проверка по этому мальчику уже прошла, ничего за мной нету, ничего не подтвердилось. Зачем нам вторично? Это обман? Не, она не вторичная, видите, всего скорее в рамках проверки необходимы дополнительные исследования. Какие? Ну вот... Нет, ну там это не входило. Повод дает такой, который за этим я уже... Знаете, я терт и перетерт. Я знаю, я очень хорошо знаю. Знаете? Я вам просто говорю про то, что, видимо, прокуратура, она ходатайствовала о назначении проверки. То есть проверить являются, либо же нет жилищных условий... Не являются. Не являются. Давайте, сходим из того, спят на улице под дождем. Дальше что? Ну вот они как бы должны это зафиксировать, это проверка. Все, не надо фиксировать, потому что повод не тот. На это я уже никогда не пойду. Это обман. Обман, значит, все. Я им говорю, положите свои документы, заходите, вам что надо, на кухню проведу, колодец, в баню. Я везде проведу, но как гостей, хороших гостей. Не проверка, просто ты милиционер, я тебе везде проведу. Нет, вопросов нет. Вы сами видите, меня жгли и жгли. 15 комиссий за 98-й год было, и, наконец, Москва дала такой удар, что краевая администрация тут прислали, все сняли сразу. Да видите, дело в том, что установленный законом порядок есть. Они же не просто так приехали, не по собственному. Просто так. Какая-то неизвестная женщина ложь сказала, и теперь по ее... Хорошо, в Маленске погибли дети, автобус разбился, там утонули, вот там и занимаетесь. У меня нет ни разбитых, ни... Понятно, вопросов нет просто. Нету, у меня нечего заниматься, 45-й год, ни одного побитого. Я знаю, ни отравления, ничего. Ни отравления, ничего нет. И вы видели здесь санэпидемстанция... Родители добровольные, да, сюда отсылают? Этого нет, как гостей, я прошу их покормить хотели. Мы готовились, они заранее сообщили. Они нет, только заходить, как я смотрю на них, как на убийц, которые хотят разрушить лагерь. Я знаю очень хорошо. Санэпидемстанция – это самое большое зло. Они придумали нам, по документам, чтобы в лагере вода была проточная. У нас из колодца приносят, а то вы бачок поставьте выше крыши, чтобы вода текла. Я говорю, надо в дурном это проверять. Проточная вода. Туалеты должны быть такие у нас сортиры. У нас 12 туалетов. Да дело-то в чём, видите, как бы, на период построения, то есть, никто... А сейчас нормы вот такие вот, и они их сделали, вроде, для всех равными. И пытаются привести в соответствие. Никак. Мы лагерь Стан. Стан. Я понимаю. А раз лагерь Стан, он не подаётся никаким проверкам, ничего нет. Мы шалаши поставили, сегодня уехали, всё. Мы лагерь Стан зарегистрировали. Вы обратите внимание, не лагерь, а лагерь Стан. Он в одно... Мы 18 раз, кажется, меняли по позиции, где были наконец... То есть, это всё равно, что с палатками вы выиграли? Да, вы приехали в комиссию, а что проверять? А там водопровода нет. Горячий водой. Какой водопровод? Мы зарегистрировали, лагерь Стан. Они не видят даже, что зарегистрировали. Ну и здесь и только в летнее время, когда... Только 2 августа полностью закрыто, всё. Всё понятно. Остался месяц ровно. Когда температурный режим позволяет находиться... Вот сегодня приехали, вот сейчас такие люди с горного Алтая, но это по-другому вопросу. Привези мальчика из Канады, ещё двое из Барнаула. А я ещё хотел спросить, он наших корней или американских? Наши, русский человек. А хотите третий, можете. Да я с удовольствием. Сейчас я спрошу у комиссии, что нужно ещё от меня, как бы, и я... Ну мы ролик выставили, вы не видели? Что? Да, да, смотрел. Смотрел. Хороший? Не, не я смотрел, мне сегодня рассказали, вот самому не довелось. Ну понравилось. Я сегодня звезда там. Говорят, тебя видели? Ничего нет, не добавили ни одного слова, как было. А зачем? Люди только говорят, вот вам прокурор переделась юбку, какая она красивая, ей больше идёт говорить юбку, чем штаны. Это отзывы пишут? Отзывы. Ну, теперь будет знать, наверное, в юбках будет. Ну да, вот это что сейчас пишем, у нас вон написано, идёт видеозапись, у нас везде фабрики. Я сейчас на минутку отойду, спрошу. Пожалуйста, пожалуйста, пригласите их, чтобы, но только как, без документов. Да. Вызвали под ногу. Милиция. А с милиционером, полиция? Ну, ты меня полицай, я не могу назвать полицай. Как-то с детства уже сформировалось такое мнение, что полицай – сотрудник других государств. Так уж, чтобы не обидеть. И как-то не идёт. А люди говорят, милиция – это милые лица. А полиция по лицу бьют, только говорят. Мы тоже разыгрываем. Я у них вёл занятия по делу Божию. Очень хорошее отношение. Тут начальник был Вальков Владимир Алексеевич. Он приезжал, здесь у нас был. И эти… У нас вообще нет. Передумал? Ну, что ещё хочешь поговорить? Ну, я с милиционером пошёл, но хотел с вами поговорить. Природный вертунский или нет? Природный. Природный. Ну, я говорю, вот. Сейчас, я говорю, можем позвать. Побеседовать. Вызвали они милицию. А на милицию, это что он? Ну, стрелять не будет. Отношения хорошие. Они не подумали, что это. Я говорю, лагерь Стан. Так это передвижно. Конечно, я говорю. И ко мне никакие нормы. Ни медицинские, ни санитарные. Уж палатки поставили, разошлись. Ничего нет. Вот сейчас вот мы снимаем. 2 августа закрытие. И ещё я вам отвечать буду. Вот он шалаш стоит. Из травы. Ну, своди его пока в шалаш. Где он далёк, а нет сынка. Позови его с собой. Ладно, ну, сам сходи. Открой его. Он идёт. Идёт. Вы хотите в шалаш посмотреть? Ну, пойдёмте посмотрим. Посмотри, подходит. Подойдите, познакомьтесь. Подойдите, познакомьтесь. Подойдите, познакомьтесь. Подойдите, кто-то. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы, блин? По загару. США, да? Сходите в шалаш. С ними вместе. Ну, мы нашли свои работы не предложили, я туда приеду. Вот, давай. Просто в Европу, для Астуга, это сразу, ну, цвет лица, загар не такой. Скоро из севера видно, звучит. Но это недолго. Через месяц будет. Как мы там не будем ходить ещё ходить. Примерно, Игнатьич Николаевич, на 30 человек здесь шалаш. Если спать в ноги, в ноги. Это полнотарная жизнь. Да, тут стоило. Для чего, Володя, это строилось? Ну, чтобы дети ночевать могли здесь. Ну, здесь пола нету, мы пока не ночуем. Природы, травы. А то есть это, асоки. Асока, камыш. Косили? Не протекали? Да, нет. Я косил, а дети таскали. Только осторожнее, там вот крапива. Я сейчас полоснул. Да, она жгучая называется. Само название за себя говорит. Это вот эта вот? Да, та жгучая. Тихоныч пугает, да? Тут не только детишки боятся, но и взрослые. Ну, знаете, это может быть Толь, Шахчинский, в армию взяли. А я грешно делал, когда 400 человек убитых в Чечне, обугленные, лежат не могут ДНК определить, кому дети принадлежат. Я думаю, дети, которые нас сжигали. У Бога все вымерено. Мы никому не должны ищем. Я их пригласил. Раз десять приглашал. Все записано. Садитесь. Мы сегодня пирожки такие натекли. Я хотел показать колодец, баню, костер. Ну, все, что у нас есть. Вы серьезные люди должны быть. А им это надо. Им надо подписать смертный приговор. А зачем я? Ну, дело в том, что у них специальный алгоритм действий прописан, и они обязаны выполнять. Ну, пускай действий. Дальше все. Я их приглашал. Но приглашал как гостей, не как разбойников. А самопедистанция для нас – смерть. Ну, видите, у нас как получается. Если женщина, у которой ребенок здесь находится, она решила… Она разведенная. Она ушла к чужому мужу, бросила… Прилюбодейка будет, тут это ламить имя в верховоде. Ну, какой милиции до этого дела? Это суд уже решил. Мы же не можем отказать. Мы рассматриваем любое прощение. Мы рассмотрели, вы были, ничего нет. Он сказал, никакой крапивы не знает. Тем более, заявление было в прокуратуру. Да, и прокуратура. А ложный донос-то и какое-то… Вопрос решенный. От вас мне позвонили. Проверки больше не будет. Мы решили, будем звонить каждый… Они каждый день мне звонят с Мамонтова, в полицию. Я отвечаю… Ложный донос будет являться только тогда, когда человек точно знает, что это происходит, но это не происходит. А так как она абстрактно себе это представляет, то есть думает, что… Подозрение. Нет. Эти условия недостаточно хороши для пребывания его сына. А зачем пребываться с Москвы? Нет. То есть у нее свое мнение, она добровольно заблуждается. Нет. А какое заблуждается? Моему ребенку угроза здоровью. А угрозы здоровью нет, это получается клевета. Мы угрожаем его здоровью. Счет надо вот эти все ваши приезды, бензин все высчитать. Мы за его здоровье заботимся, берем ответственность за его здоровье. Я понимаю. Она клевечет, что мы угрожаем его здоровью. Какой стати? Никто не угрожаем. Ну как угрожать? 45 лет будет. Вы же знаете, ни одного заболевания… Она не клевечет. Она действительно думает, что… Да она не думает. Она может думать отомстить. Видите, сколько людей, столько мне. Ну хорошо. Зачем? Я, возможно, тоже понимаю откуда… Суд присудил ему ребенка. Ему. Я понял. Это редкий момент такой, что… Ну а жаловаться у нас не запрещено. Иван Игнатьевич, Иван Игнатьевич. Не видан случай, что суд отцу при не присудил ребенка. И мать, конечно, она злобится. У нас же все суды на стороне матерей. Мы остановимся здесь. А тут, ох, так. Она пренебодится. Сзади Диконович. Пойдем дальше. А ну поднимите, это у нас… А ну подсходите ближе… Знаете, Тилеш, смотрите, мы обязаны составить… Все документы процессуальные мы составили протокол осмотра от сегодняшнего числа по адресу, расположен на расстоянии 100 метров от северо-западного направления, дома номер 14, расположен по улице Марии Лапкиной, поселок Потеряевка Мамотовского района. В присутствии понятых Видигер Александр Александрович, 20-12-79 года рождения, проживающий Алтайский край, Заялский район, всего Завьяла, улица Пулачева, 9, вот молодой человек, и Тузовой Валентины Петровны, 12-11-1979 года рождения, Алтайский край, Мамотовский район, улица Партизанская, 265, квартира 1. В присутствии представителя вас, да, гражданина Российской Федерации, создателя, начальника детского православного трудового лагеря Стан, в честь священномученика епископа Климента Анкирского, 312 год, Лапкина Игнатия Тихоновича, да? Да. Лапкина Игнатия Тихоновича. Осмотр территории у входа около детского, мы же не находимся у вас, у входа в детский трудовой лагерь Стан, ну и ваше название далее, да? Мы проводили, так же, как и вы, фото-видеосъемку, фотокамеры и фотоаппарата Кэмин Повершотова из А810H3, при естественной освещенности и дневной свет. Осмотром нами установлено, что на основании распоряжения проведения плановой выездной проверки номер 18-109 от 30.06.2016 года, с должностными лицами, главным специалистом-экспертом отдела надзора Деприденов-Деприденов-Деприденов-Деприденов-Деприденов-Деприденов-Деприденов-Деприденов-Деприденов-Деприденов-Деприденов-Деприденов-Деприденов-Деприденов-Деприденов-Деприденов-Деприденов-Деприденов-Деприденов-Деприденов-Деприденов-Деприденов-Деп требованию прокуратуры Мамотовского района о проведении проверки от 27.06.16 года номер 02-37 2016 по адресу расположено на расстоянии 100 метров по улице Марии Лапкиной поселок Потеряевка Мамотовского района детского православного трудового лагеря Стан в честь священного мученика епископа Климента Анатольского. Гражданин Русской Федерации, создателю и начальнику детского православного трудового лагеря Лапкину Игнатию Тихоновичу предъявлено распоряжение о проведении внеплановой выездной проверки номер 18-109 от 30.06 для ознакомления и подписи данного распоряжения. Однако гражданин Лапкина Игнатий Тихонович в присутствии двух понятых в виде гералександра Александровича и Сузовой Валентины Петровны от подписи вышеуказанного распоряжения отказался гражданином Лапкиным и Игнатием Тихоновичем для проведения контрольно-надзорных мероприятий вход на территорию детского православного трудового лагеря должностным лицам Собиной ТВ и гостей Наю не разрешен. Вы нас приглашали только в качестве гостей, как должностных лиц вы нас не пускали. Так ведь? Так. Так. Ознакомление с документами, рекламентирующими неплановую воздневную проверку представителя вышеуказанного лагеря Лапкина Игнатия Тихоновича осуществлялось на прилегающей к лагерю территории у забора, у входа в лагерь. Так? Ну, то есть вот это. Ну, здесь. Ни одно место не написали. Ну, как? Ну, мы же... Нет, мои слова-то, которые, я говорю, надо было внести. Почему я вас не пустил-то? А мы это сняли. Как не сняли? Нет, вы запишите. Так не пойдет. Хорошо, мы запишем видеозапись. Нет, вы запишите. Запишите. Тогда эта видеозапись все было. Зачем это? Вы уже укорачиваете, что было. Мои слова-то вообще отсутствуют. Почему? Как? Вы, ваши слова, две страницы, а мне-то две строчки хоть надо дать. Мы вам дадим. Ну, и напишите. У нас есть видеозапись, у нас есть поницеи, которые присутствовали. Нет, 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 нет. Что не пойдет? Запишите. Запишите. Это записали, запишите. Подождите. Проведена видеосъемка с фотоаппаратом Кенопарошот А810 HD, который подтверждается факт неразрешения. То есть я у вас спрашивала. Еще не понятно. Факт неразрешения. А почему лапки не закрыли? Я разрешил-то. Как должностным лицам. Пройди нам, как должностным лицам. Не по этому. Вы не написали главного. Запишитесь в мои слова. Запишите дальше. Что я должна с вашим словом записать? Ну как? Это не пойдет так. Не допустил, потому что вы не предъявили причину. Моей мысли-то не одно и так нету. Вообще, ни одно предложение. Вы же сказали, как должностные лица. Я вас не пускаю. В качестве гостей, пожалуйста. Почему? Именно почему? Почему? Мы-то говорим по распоряжению вот этому, который мы вам предъявили. Вы написали главного, что по этой причине, же этой женщине указать, Батугиной Светланы. Началась эта катавасия. Уже приезжала. Вот тут как раз присутствие человека. С полиции. Были с прокуратурой. Мы с комиссией. Евгений Николаевич, можно я попробую пояснить? Дело в том, что, как бы, когда вы ограничиваете доступ, то это ваше право, да? Конечно. Вы вот сказали, Ну, а причины расписывать, ну, смысл. Мы же здесь... Нет, 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 нет. Я объясняю. Мы вам зачитали вслух свой протокол. Здесь вы ничего не будете писать. Здесь протокол прилагается. Запишите. Протокол прочитан вслух должностным лицом территориального органа. Заявление и замечание, поступившее от участвующих лиц. Диктуйте, пожалуйста, ваше заявление и замечание. Проверка. Подобная. Была, там, сколько? День 10 назад. Я сейчас, не знаю, надо посмотреть. Так примерно, да? День 10 назад. Мамонтовской прокуратурой. И там и в милиции были? Да, мы были. Ну, надо назвать. Тут все свидетели есть. Прямо по моим словам запишите. Я пишу. Проверка. Подобная. Была 10 дней назад Мамонтовской прокуратурой. Это мало вас. Там надо ниже будет писать. Нет, я ниже не буду писать. У меня вот строчки. Кратко давайте суть предлагаем. Мамонтовской прокуратурой. Ну как? По ложному запросу Батогиной Светланы. Которая никогда здесь не была. Проверка. Подобная. Она показала, ничего этого не было. Проверка. Подобная. Была 10 дней назад. Мамонтовской прокуратурой. Я это написала. Ну и дальше. Подобная проверка была. Была. Ну дальше. Почему бы они не хотели записать? Что? Что записать не хочу? Главное, врачи или на пускани. Видите, какая у вас целенаправленность. Целенаправленность такая. Уже понятые. Уже все. У меня уже сколько раз с понятыми судей. Мы обязаны любой осмотр проводить с понятыми по законодательству. Каждый листик записать. И тогда я прочитаю. У меня ни одного документа нет. Я вам слух все зачитала. Я обязана вам читать слух. Я сказал, там нет. Нету моих слов-то нету. Каких слов нет? Которые я говорил. Про Батогину. Про Батогину, Светлана. Чем это вызвала вся эта свистопляшка? Про Батогину, Светлана. Чем бы мы вас не пускали? Дети тонут, там вас нету. А здесь вы приехали. У меня ни один ребенок не утонул. Вы же понимаете, что у вас ложен... Я написала, что подобная проверка... У вас проверка инициирована прокуратурой. Именно поэтому я написала, что проверка подобная была 10 дней назад. Батогина, Батогина, Светлана, укажите. Причем здесь. Я вам написала, что у нас инициирована проверка прокуратурой. Да прокуратура по ее заявлению ложному. Его допрашивали. Там же допрос ребенка был. Ну, дело в том, что как, подождите. Это прокуратура. Вы завтра уволитесь, а вы будете друг против друга идти. Скажете, что вы делали? Вот представители власти. Я когда вернулся и заключение реабилитирую, я нашел, кто свидетельствовал, кандидата наук. Она говорит, меня заставили. Вы меня простите. Было раскулачивание? Я говорил о раскулачиваниях, что страна как была погублена, о репрессированных. Меня судили не за воровство. Я определенную цель имел. И они все попятились назад. Время-то покажет. Вы поймете, что не дело делали. Понятые, какие-то понятые. По запросу или как угодно скажите. По лжесвидетельству. Батогина и Светлана. Это не наша компетенция. Мы это писать не можем. Мы приехали проводить проверку на поведение требований понятарного законодательства. Проверять, мне нечего проверять. Все здесь. Я вам протокол зачитала в присутствии двух понятых. С Светлана станция приезжала, у нас колодец. Послушайте, мы вам зачитали протокол. Мы железную крышку сделали вот такими бортами, чтобы не отравили колодец. Мы не знали, что делать. С вашего доезда сейчас дети у меня не купаются. Запрещено купаться. Я боюсь, чтобы не сделали. Это явно, что направлено против лагеря. Мы вам прочли наш протокол. У вашего протокол, это ваш протокол, это не мой протокол. Вы нам, может быть, поможете как-то? Мы вам зачитали вслух. Теперь смотрите, нам расписываются понятые. Вслух зачитанный протокол. Они присутствовали при всей проверке. Вы будете... Включайте, пожалуйста, камеру. Я вам даю подписывать протокол осмотра. Вы отказываетесь? Я не согласен. Мы не все записали. Мои слова-то не записаны. Как я подписывать буду ваши слова? Какие слова? Я честно сейчас говорю, что с чем это вызвано, и потому уже была проверка. Я написала, что проверка подобная была проведена прокуратурой. Это ваша основная претензия. Подобная проверка была проведена. Даша, это написать надо. Я написала. От кого? Это не наш вопрос. А че же это вопрос? Вы поэтому приезжаете. Вы высказываете свое мнение. Нет, нет, нет. У вас в документе написано Батугина. Вы дали прочитать. У нас ничего нигде не написано в распоряжении. В распоряжении. Слушайте, подпись представителя юрлица. Вы будете подписывать протокол или вы отказываетесь в присутствии понятых? Он не полный. Моих слов там нету, поэтому я его не могу подписать. Это обман. Я не могу лгать, я христианин. Вы отказываетесь подписывать, если он не полный? Лживые документы отказываюсь. Истинно я подпишу. Что делаете? Вы должны показать сначала, почему это было сделано. Отказываем. Каждый день звонит милиция мне, как дела, все хорошо. Ничего нету. Она будет бомбить и бомбить женщину эту. Она оставила сына, ушла. От подписи. А теперь она заботится о нем. Значит, я пишу, что от подписи и ознакомления... Вы сейчас про какой протокол имеете? Я про вот этот говорю. Про первый или про второй? Какой первый, второй? Он единственный у нас. Протокол осмотра. Это всего лишь протокол, что мы у вас постояли у входа на территорию и не смогли зайти. Все, мы ничего лишнего больше не написали. Мы не написали, что вы не соответствуете или соответствуете. Вы же не отказываетесь от того, что вы их не пускаете. Конечно, я их приглашал раз десять. Вы нас как должностные... Как гостей? Вы должны написать подпись, что вы... Да никак. Я их приглашал, что мы ждали. Нас не пускают как должностных лиц. Там на кухне парень распоряжение. Распоряжение нас не подписали. Как гости, мы не имеем права зайти. Мы должностные лица. У нас есть... Он должен поставить подпись, что он вас не пускает. Да, все, больше... Они не говорят, почему я не пускал. Эти слова-то не пишут. Почему? Они написали. Мы написали, что подобная проверка была уже проведена. И он подпишет. Напишите, что я говорю. Я подпишу. Я написала, что... Мы не имеем права это писать. Потому что если мы это напишут, это все фельдки на грамотах. У нас просто требование прокуратуры. Вы о чем говорите? Я говорю. Прокуратура. Тройка расстреляли 100 миллионов человек в России. Менадий Тихонович. Это наша история. Я пишу, что вы отказываетесь. Вы не подписываете протокол? Лживые не подписываются. Он не лживый. Он лживый. Потому что моих слов там нет. Нет. Первый-то не лживый. Еще раз говорю, причину написать. Какая причина? Протокол не является здесь причиной. Причина не важна. Вы нас в принципе не пустили на территорию лагеря. Для проведения контрольно-надзорных мероприятий. Как должностных лиц. Не допустили на территорию. Все. Вы уже были здесь неоднократно. Мы не были. Была прокуратура. Я записала с ваших слов, чтобы проверка была проведена прокуратурой. Все правильно. Вы пришли и сами сказали. Мы не можем войти без вашего разрешения. А чтобы было разрешение, мы должны знать причину. Вы нам причину указали, а мы сказали, что по этой причине уже вы будете. А я и написала. По этой причине проверка была проведена. Надо прокуратурой. Почему не напишите мои слова? Смотрите, сколько у вас места бумаги. Я написала все с ваших слов. Я пишу, что вы отказываете. Вы же не подписываете протокол. Я не отказываюсь. Напишите мои слова. Так вы тогда подпишите. Что написать? Тут чистое место. Моих сослов нет. Напишите. Вы же обязаны написать его мнение. Мое мнение. Почему дальше не пишите? Потому что Светлана... Почему? Я сказал причину этого выявить. Мы не компетентны в этих вопросах. Да вам зачем компетентны и некомпетентны? Вы вот его мнение. Вы напишите, как он говорит. И все, я вам подпишу. Напишите, если вам надо моя подпись. А вам она не нужна. Иначе бы вы на этом не стояли. Вы ее не ставите под моим документом. Под вашим документом никогда не поставили. Хорошо, я пишу, что вы от подписи отказываетесь. Под вашим. Давайте, никто не ловит. Напишите, потому что признаю протокол живым. Вы это тоже не напишите? В чем он жив? Что вы нас не пустили на территорию? Я вас не только не пускал, а приглашал 10 раз. Ой, давайте это... Я просил вас от подписи ознакомления. Провести вас, хотел их в бане или где. Вы подтверждаете, что от подписи? От подписи данный протокол зачистил. Данный протокол, вот ваш данный. Давайте, от подписи ознакомления. Вот их два. Как вот так учат вас, что у вас никакой гибкости подхода к человеку нет? От подписи ознакомления с протоколом. Ну, если по-серьезному у вас учили, вы же даже любыми путями это добиться сказать. Да записать, да-да, я запишу, что он говорит. А там мы рассмотрим. Это прокурор посчитал бы, в самом деле была проверка по звонку женщины, которая ничего не доказала. Проверка кончилась. Ну, здесь же и видеозапись есть, как бы. Э, видеозапись сделала не пришли. Почему они не пришли? Нет, нет. Вот где она, она чем рассказала. Там будет факт отказа. Почему отказался, он виноват. А причина не указана, почему отказался. Да. А причина уважительная. Чтобы прокурат рассчитал и увидел. Причина действительно очень серьезная. Присутствие двух понятых. Видите. То есть они этого не обдумали. Очень легкомысленно подошли к этой поиске. Это фигер. А, а. Честно месяц, путь рождения. Двадцать в одиннадцать в семь девять. Угу. И. Узывай. 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 Выпасы ботай. Узывай. Двадцать в одиннадцать. Ценка ботай. Вот они. Женок. Двадцать в одиннадцатый. Двадцать в одиннадцать. На первой странице. Так, кто из вас первый? Две девушки. На второй страничке. Так, первый. Подожди, 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 подожди. Да, подожди, подожди. Два приехали, два приехали. Это самое. Видишь, мы раз они приехали проверить, не травят ли крапиво. Второй приехали, не травят ли водой. Ну, это непонятно. Дана, я считала, моего ребенка сикут крапиво не подтверждено. Там, кто допустит. По траве, просто завтра она пишет. И еще что-нибудь. Заставляет работать. Я не буду каждый раз тут ездить. Надо положить, потому безумие в конец. Я не дима богу. Вот здесь еще. Юра, спишите, пожалуйста, подпись. Пишите, понятые. Подпись еще просто. Понятые. Да, ты обязательно подставьте, пожалуйста. Да, что вы. Понятые, подставьте на первое, на седьмое. Перед два дня приехали, опять Министерство. Покажите документы. А у нас уже Министерство. Бывает, кто значит, кто-то из вас оборотит. Это может подставить? Да, вы, наверное, уже не взяли. Да, вы, наверное, уже не взяли. Ну, а теперь с протоколом можете зайти? Уже написали. Все, вас не кусили. А теперь как гостей приглашают. Мы как гости не можем к вам зайти. Вы распоряжение нам не подписываете. Как это годится так? Ну, еще тут один документ. Протокол об административном правонарушении. Не было. Никогда здесь не было нарушений. Дело в том, что воспрепятствование это составляется протокол об административном правонарушении. Ну и какое нарушение? То, что мы не смогли зайти. В качестве должностных лиц. Но причины нету. Если бы что-то было, вы зашли. Вы вызвали мальчика. Причина указана была в письме, которая тронула эту лавину. Вы нас не допустили на территорию лагеря. Значит, вам больше нечем заниматься, как лагерем. Пока вы это все подписываете, уже 2 августа будет лагерь, будет закрыт. Вы потеряли день. Вас ждут преступники, чтобы раскрывали преступление. Зачитывайте, пожалуйста, меня. Зачитывайте, пожалуйста, на вечер. Зачитывайте слух. Я объясняю, что главное дело... Давайте вы послушайте нас, а потом мы еще тоже вас послушаем. Так, протокол об административном правонарушении, совершенном гражданином. Дата составления 01.07.2016 года. Место составления. Алтайский край расположен на расстоянии 100 метров в северо-западном направлении от дома. Номер 14 расположено по улице Марии Лапкиной, поселок Потеряевка, Мамотовского района. Я главный специалист и эксперт территориального управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, Завиалскому, Баевскому, Мамотовскому, Родинском и Романовском районах Гатилина Алла Юрина. При осуществлении внеплановой выездной проверки на основании распоряжения проведения внеплановой выездной проверки номер 18.109.30.06.2016 года. Детский православный трудовой лагерь в станке. В честь священномученика ипископоплемента Антирского, 312 год. По адресу на расстоянии 100 метров в северо-западном направлении от дома. Номер 14 расположено по улице Марии Лапкиной, поселок Потеряевка, Мамотовского района. 01.07.2016 года. В 12 часов 40 минут. Гражданином РФ, создателем-начальником детского православного трудового лагеря, в станок в честь священномученика ипископоплемента Антирского, 312 год. Лапкиным Игнатием Ильичем допущено неповиновение требованием должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор, а равно воспрепятствование осуществлению должностным лицом служебных обязанностей в детском православном лагере, в трудовом лагере. В стане. В честь священномученика ипископоплемента Антирского. Все написано там, да? Выразившим следующим. Где-то Антирский, что я пора вспоминаю. 01.07.2016 года должностным лицом Гасилина АЮ на основании распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки от 30.06.2016 года номер 18 дробь 109 был осуществлен выезд на основании данного распоряжения по указанному выше адресу. Гражданином РФ, создателем-начальником детского православного трудового лагеря в честь священномученика ипископоплемента Санкирского, 312-й, Латкиным, Игнатием Тихоновичем было отказано в проведении мероприятий по контролю на территории указанного лагеря, что подтверждается видеосъемкой, проведенной фотокамерой, сценой, фоуэршот А810 HD. В ходе рассмотрения административного отдела смягчающий и отягчающий обстоятельств не выявлено. Таким образом, совершено правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 19 и 4 КОАФ РФ и влечет наложение штрафа на граждан от 500 до 1000 рублей. Русским языком, на котором ведется производство дела, ну тут подписи надо владеете, подпись физического лица. Конечно, владеет по-русски. Права и обязанности предусмотрены статьей 51 Конституции РФ и статьи 25.1, 24.2 КОАФ РФ мне, я вам разъяснила. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания. Ну тут лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайство и отводы пользуются юридической помощью защитника. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствии указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случае, если имеются данные о ненадлежащем исключении лица, о месте и времени рассмотрения дела. И если об лице не поступило ходатайство, отложением, рассмотрением дела, либо если такие ходатайства оставшиеся без удовлетворения. Так, мне разъяснено мое право, то есть вам пользоваться услугами переводчика, его услугам не нуждаясь, русским языком владею хорошо. При наличии смягчающих обстоятельств, установленных статьей 4 и 2 Коапарфи, приложить подтверждающие документы, то есть мы под видеозапись фотокамерой, фотоаппарата. Ну вот лицо, в отношении которого возбуждено дело об иностративном правонарушении. Здесь просто указаны ваши паспортные данные. Вы мне еще не сказали вначале, что я преступник, поэтому заявляю в протест. Я бы сразу воспользовался адвокатом, позвонил. Вы мне лишили права адвоката. Не сказали, что свидетели будут подписывать, понятые. Вы этого ничего не сказали. А я бы вызвал из Барнаула своего адвоката. Вы мне не дали этой возможности, даже ничего не сказали. А теперь подписывайте, нате, узнали. Вы меня не знакомили с этим. И поэтому это не пойдет у вас. Вы должны были заранее сказать, можете пользоваться это адвокатом. У нас адвокат. Мы заранее ничего не можем сказать, потому что мы на территорию даже к вам не прошли. Мы пытались вас ознакомить только с документами, регламентирующими проверку. Вы нас приглашали, не как должностных лиц. Проверять нечего, когда за нами ничего не числится. Я приглашал вас к гостей. Мы вам озвучили протокол. Вы заранее враждебно настроены, я вас пускать буду еще раз. Мы пишли вам протокол об административном правонарушении. Вы подписываете или отказываетесь его подписывать? Лживое, не подписываю. Я христианин. Хорошо, мы пишем, что отказываетесь от подписи. Да, то напишите. Лживое, протокол, не подписываю. Потому что моих слов там нет. От подписи ознакомления? Да. Что здесь лживое? От подписи ознакомления? Ознакомления с правами и обязанностями, предусмотренными статьей. Так, что у нас, статья там 22. Подождите, не обязанностями. Статья, мы посмотрите, что там. Пересмотрим. Статья там 2 такого. Вот, права обязанностей. Статья 25. А, подождите, статья 51. Статья 51. Конституция, Конституция РФ и статья 25.1, 24.2. Присутствие, присутствие двух понятых. Присутствие двух понятых. Видигер. Видигер. Даже на дороге ГАИ останавливает, но теперь, как называют, по-другому там. ППС там. 20-12. И они показывают причину, образ какой-то нужно провести. Причина не указана, они имеют права обыскивать. 20-12, 20-12, 79-я. Потому что сколько было? Всего ГАИА. Недобрых. Улица. Вот что вы видите. Водорожье. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все, поеду потом еще повернусь. Я не понял, звание-то какие-то? А я сам ведем станцию, наверное. Что же так означает? Ну, конечно, я по своим это... Я капитан, они... Просто обидно, что они не побывали. Такую дали, ехали. Мы так ждали, все приготовили, нагладили, начистили, пропекли. А они не зашли. Ну вот, так вот. Видишь, какие правила? Это рабство системе. Я бы была без мандира, но сними мандир, мы дадим другой китель тебе. И этого нельзя, потому что оно приросло. Ну, зачем мне это? Да пойду лучше на самую ломовую работу, на свободный. Это тебе нельзя. Почему нельзя? Он не может доказать. У меня в лагере не гнобили. Убивали буквально всех. А приехал майор из КГБ и сказал этого человека не трогать. И поэтому около меня... Отец, можно рядом встать? Убивают здесь. Убивают там, что делают. Черенком лопаты. Приметы, когда они поговорили о вещах, уже убили. А своих из заключенных там делают. Ко мне никак. Раздеваться не шевелиться. Я говорю, я не раздену, буду молиться. Даня, сейчас что прошло, меня не видят. Я каждый день молился. Помолился. Я для Бога это делаю. Вот поставили они там заходить в локалку. Никого не пропускать. Только это кто-то приходит, а он ему бригадиру близкий. Я говорю, нельзя. Как нельзя? Я все сказали нельзя. Бригадира позвали, он вышел. Одного правил другого. А ему зачем? Знаешь, замените его на меня, говорит. Иди отдыхай. То есть я начинаю по закону делать, и я им в тягость. Они приходят там пощеперить, друзья там, из другой отряды какие есть. Но я стою на вахте, и они ничего не могут сделать. А как я при исполнении? Ну ты же меня наказал сам не пускать, я не пускаю. Ну это правильно. И весь сказ. Вот видели, подошел человек. Он за хуй и далее ехал. В Амстердаме сделал пересадку. Потом до Москвы лететь, потом до Барнаула. Ребенку? Ребенку. А, пересадку. Пересадку, они из Канады, из Канады. Все, все понял, что летел. Неправильно понял, ладно. В Амстердам и в Потеряевку. А у нас лозунг поется, песня моя я составил. Лагерь стан в степи на навозной куче. Что может быть круче? На навозной куче. И едут отходы с Англии. Директор Кэстонского института прилетел еще из остатки. Ознакомиться. Действительно ли это так? В течение месяца наркоман забывает про наркотики. Как это может быть? Понятия не имеем. Молитва. Христос. Все во Христе. Они между собой отъедут. Вы не думайте, что они будут ругаться. Они будут смеяться. Скажите, ничего не получилось. Я говорю, приезжали, когда осаду снимали. Шойхин. Сам главы администрации Алтайского края. А я потом его встретил. Я говорю, Яков Нахманович, у меня вопрос. И какой? Я говорю, когда вы были здесь в комиссии, а несколько машин приехали, полная, там КПРФ. И вы поехали. О чем вы первые говорили? Что-то о разном. Ну, первые слова. Первые слова. Знаете, я повернулся к мужикам, ты и сказал, знаете, мужики, я им по-хорошему завидую. А вон, доктор медицинских наук, профессор, замглавы администрации края. Понятно? Вы, любой это понимает. Мы вам не враги. Никогда. Но, Господь показал, в любом месте ты можешь быть на другом уровне. Христианин. У нас горел огонь любви. Она говорит, 500 тысяч рублей. За тысячу рублей сюда ехали 34 человека. Ну и четыре. 500-то рублей они с меня не возьмут. Как Жилин и Костылин. Они ничего с меня не возьмут. У меня нету. А где они будут брать деньги? Со сбертишки снимать? Она пустая. И вот она у меня с тобой, сберкнишка. Пожалуйста, а что ты снимешь? Дохода у меня ни копейки нету. Он прокурор еще не сделает. А какая моя вина, скажите? Дети сейчас разъедут. Все благодарны. Моя вина-то еще. Какой вины и нету. Несоответствие нормам? Так я знаю, без вас. Какие ваши нормы? Они для лагерей. Где-то туда что-то деньги отпускают. Мне за 44 года ни одного рубля не дали. Вот сейчас я тебе машину отниму, пистолет отниму, форму отниму. Иди исполняй обязанности. И что будет с тобой? Ну, давайте не будем до этого допускать. По аналогии-то. Ну, я понимаю. Я понимаю, о чем вы. У меня ни машины нету, ни муки. Я все сам достаю. По знакомству ищу так называемых спонсоров. Ведь каждый день хлебом накормлю. Молоко, сливки. Все здесь есть. Рыба. Сейчас пост идет. Растительное масло. Это моя забота. Крупы там разные. Горох, соль, сахар. Это моя забота. Это не год, не два. 44 года. В общей сложности тысячи детей перебывали уже. И я под прицелом. Иван Тихонович, а сколько сейчас ребятишек содержится? 15 и 3, 18. 18, да? Сегодня три прибыло. Еще будут поступления, да? Ну, не можем мы сказать. Ну, может быть. Приехали еще вот машины. Не, ну, просто меня вечером спросят вроде, как дела. 18. Они звонят каждый день. Да, да. Ну, и я... Это вот их, вот видите, 0-4. Горный алтарь. Угу. Они приехали тут втроем. Ну, я поеду. Извините, если побеспокоен. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. Ну, пойдем молиться. До свидания. До свидания. Пока. Как decreased cocaine. Их я. Всем небольшой нес私. Как бы если подпишись. Д dt2, д, ды, ды, д? а! И тебе ко encau. То, что кто ж혀 мучли, они присутствуют.